Привет! В этом видео я расскажу и покажу, как настроить сквозное подключение к регуляторам BLHeli32 в прошивке ArduPilot, ArduPlane, а также этот способ подходит для прошивки ArduCopter. К сожалению, в отличие от iNava, ArduPilot поддерживает подключение только к регуляторам BLHeli32, BLHeli-S не поддерживается. Для того, чтобы заработало сквозное подключение, достаточно изменить параметр servo.blh.auto в единицу. Остальные настройки идентичны для подключения BLHeli-S регуляторов в режиме DSHOT150. Данный способ подключения я подробно разбирал в отдельном видео, можете его посмотреть. Но повторюсь, что для этого необходимо задать параметр servo.blh.mask, соответствующий тем пинам, к которым подключены регуляторы. И задать протокол управления регулятором параметром servo.blh.auto.type. В данном случае у меня используется DSHOT150. Параметр servo.blh.port указывает тот порт, который будет использоваться для сквозного подключения. В данном случае у меня используется нулевой порт, это USB. Можно сохранять параметры, перезагружать полетный контроллер, запускать программу BLHeli-Suit32 и пробовать подключаться к регуляторам. Естественно, подав напряжение на регуляторы. Также предупреждаю, что пропеллеры обязательно должны быть сняты. Настроил регуляторы я следующим образом. Во-первых, я включил non-dumped mode. Активное торможение на самолете не нужно. Это создает лишние помехи. И вообще, не нужно оно здесь. Далее я включил параметр break on stop, чтобы пропеллеры при газе в нуле не вращались. Также я увеличил параметр ramp up power на 10%. При 50% как-то неуверенно раскручивались моторы. Также я понизил температурную защиту, но решил ее все-таки поднять до 120 градусов. Я поэкспериментировал с режимом sign modulation mode. И мне он не понравился. Даже на холостом ходу регуляторы очень сильно грелись и включалась температурная защита. Поэтому я его отключил. Также один регулятор у меня имеет нормальное вращение, а другой я реверснул. Для того, чтобы моторы вращались в разные стороны. Остальные параметры я оставил по умолчанию. Хотя нет, я конечно же изменил мелодию, которая играет при запуске регуляторов. На этом настройки закончены регуляторов. И можно самолет запускать. Если видео было полезно, ставь лайк, подписывайся на канал. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok